В эфире город С. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Вместе с школьниками и студентами новый учебный год начали сотрудники Самарской полиции. Об этом хотим поговорить сегодня. К нам пришла Алла Нечесова, начальник отдела по делам несовершеннолетних Средневолжского линейного управления МВД на транспорте. Здравствуйте. Здравствуйте. С праздником вас всех. И вас с праздником получается. Алла Альбертовна, вот акция «Дети и транспорт» ежегодно, не знаю, в течение уже скольких лет? Очень долгое время. В два этапа проводим. Конец учебного года, но у нас был смазан пандемией. И вот сейчас второй этап – начало учебного года. Он начинается где-то с подготовительного дома. Ну, практически весь август идет подготовительный этап. И вот сейчас усиленно мы проводим эту акцию «Дети и транспорт». Ну, то есть начался вот учебный год, да, и началась фактически акция. И я так понимаю, что она приурочена к первому сентября именно в связи с тем, что за лето дети забыли все правила существующие. Да ну, понимаете, это лето, эти каникулы были осложнены пандемией. Дети отвыкли много от чего. Ну, они практически полгода не учились, практически полгода. Многих не было в городе, были в деревне, на даче, где угодно. И позабыли обо всем. Эйфория от встречи с учителями, эйфория от встречи с друзьями, со своим двором, с мамой и папой, со своими любимыми животными. Но она не знает предела. Детская радость границ не знает. И я счастлива за них. Да, вот такой этап у них наступил. Кончилась вот эта пандемия, встретились они. Но наша сейчас главная задача – детям обо всем напомнить в мягкой форме, не назойливой. Ну, так, чтобы они вспомнили. И чтобы ничего с нашими детьми плохого не случилось, не произошло. Я уверена в том, что акция «Дети и транспорт» вот как раз не из тех, что проводится для галочки. Она очень серьезная, требует серьезной подготовки, серьезного вашего участия. Скажите, а есть какие-то цифры, статистика, подтверждающие, что необходимо вот этим заниматься? Что у нас по травматизму? Необходимо. Ну, я бы вот постучала по дереву. Я в этом случае человек суеверный. В этом году у нас два несчастных случая. По вине детей произошли. Опять же, это наушники, это капюшоны, это не глядя бегут, куда глаза глядят, и ничего не видят, не слышат. Это произошло последний несчастный случай весной. Летом мы удержали эту цифру. То есть мы не уходили с участков. Мы беседовали с детьми. И знаете, к какому страшному выводу мы пришли? Что вино – это не дети, а их родители. Вы знаете, мы сейчас занимаемся, делаем родительское собрание онлайн, чтобы родителям показать, всем родителям губернии. Вот представьте, идет папа, у него трое деток. Одного он держит под мышкой, ноги вот здесь свисают, а двое за ним идут. Там 3 и 4 года. 3 и 4 года он под поездом прогнал, они у него вышли с той стороны, и он идет с маленьким, и с коляской. Но вы понимаете, что случится, может, все что угодно. Или мама идет, ребенка тащит, ребенок упирается. Я боюсь. Нет, пойдем быстрее, сынок, а то двинется поезд, и мы будем стоять тут. То есть все это под поездом, под двумя поездами. Это настоящие кадры или постановочные? Настоящие? Да вы что постановочные? Даже в ум бы такой не пришло, такой ужас придумывают. Или представьте, две девчушки, живут они в Запанском. То есть каждый день им надо переходить на ту сторону. Ну, зачем на ту сторону? Это в парк сходить, в магазин, встретиться с друзьями. Ну, просто там констоварок в школе закупить. Представьте, поезд тормозит. Ну, почти остановился, легкое движение идет. Девочки ныряют под поезд, и вдруг поезд начинает набирать ход. Так же плавно, медленно. Представьте, какой ужас нас и железнодорожник обуял. Ладно, мужчины не растеряли, железнодорожники, но буквально вытащили их. Так привели родителей, а родители нам говорят, ну, а мы каждый день здесь ходим с детьми, ну, а как нам ходить? И мы стали беседовать с народом, и они нам говорят, у нас неудобно ходит автобус 3-й, 13-й. Но я знаю, что решался этот вопрос. Хорошо, думаю. Вот вы ходите массово, по 5-6 человек в день мы вылавливали. Мы написали письмо в администрацию железнодорожного района. Там решили этот вопрос моментально. Вот что значит люди заинтересованы. Тут же пересмотрели расписание, усилили там, где надо, где вот, особенно под 1 сентября, где будет начало учебного года, начало занятий, окончание занятий первой смены, начало второй, и там уже к вечеру. Вы понимаете, расписание повесили на конечных остановках, двух этих маршрутах, в самом автобусе, разместили в интернете. И сейчас мы их там развесим во всех учебных заведениях, какие у нас там есть в Запанском. И теперь уже, уважаемые товарищи родители, хочу к вам обратиться. Уже не стоит сваливать на то, что плохо ходят автобусы. Ходят они теперь замечательно. Но борьбу с вами, как с нарушителями, и теми людьми, которые показывают своим детям дурной пример, мы будем вести, ну, просто, скажем так, ну, не на жизнь, а на смерть. Детская смерть – это всегда ужасно, это всегда страшно. И вот представьте, мне идти к вам домой и говорить, пойдемте опознавать, не ваш ли ребенок где-то в морге лежит. Поверьте, это страшно. Вот вы тогда себя сиротами почувствуете. Это вот называется родители-осиротели. Это страшно. Я так понимаю, что вы рейды такие проводите? У вас есть эти съемки, тем более вы… В августе месяц мы их практически ежедневно проводим. То на участке Самара-Кряж, то… Ой, Самара-Безымянка, то Кряж-Самара, то на каком-то определенном участке, где у нас вот эти тропы, то под мостом Кировским, там у нас люди ходят. То есть мы каждый день так, чтобы люди не привыкали. А, вот они здесь стоят, мы не пойдем. Мы постоянно меняем дислокацию. Не только мы, с нами железнодорожники ходят. Это неведомственная охрана, то есть они ходят, они нам помогают, они тоже разъясняют. И вот в этом месяце, в августе, у них было указание, из Москвы и местное, у железнодорожников, что провести и подготовиться к этой вот неделе безопасности. Мы ходили, наносили трафаретные рисунки, что сними наушники, возьми ребенка за руки, сними капюшон. То есть об этом говорили. Мы прошли во всем среднем учебном заведении, имеется среднего профессионального образования, а именно это колледжи, это имени Козлова, металлургический, железнодорожный. Сейчас мы пойдем в речную академию. То есть все, что у нас вдоль железной дороги. Имени Колычева у нас колледж есть в Новокурске. Мы везде пойдем. Почему? Потому что мы сделали вывод. Наш контингент – это дети 16-17 лет. Да, мы очень много уделяем внимания детям-школьникам. А вот эти дети – это тоже дети. До 18 лет они все дети. Несколько выпали из нашего внимания. И сделали вывод, что основная масса протоколов-то у нас именно на этих детей. Вот этот возраст, вот именно эти дети. А потому что они приезжают из отдаленных деревень, поселков, они из пригорода. И подчас эти дети никогда никуда не выезжали. Они трамваи от электрички не отличают. Они просто правил поведения не знают. Они считают, что можно лезть под электричкой. Они считают, что можно нестись за ней, запрыгивать, держать двери. То есть у них вообще какие-то неправильные представления. И вот мы сделали собрание отдельно с родителями, отдельно с учащимися и разъясняли им. Для чего разъясняли? Для того, чтобы дети поняли, дети знали. Мы старались донести именно до родителей, что железная дорога – это зона повышенной опасности. Внушите своим детям. Я понимаю, что вы должны им привезти теплую одежду, покушать, еду. Но не забывайте о безопасности. Я им даже сказал, вы знаете, вы все любите своих детей. А вот печься о безопасности ваших детей – это тоже есть форма любви, тоже проявление любви вашей к ним. По-моему, я достучалась, потому что вопросов было потом много. Они как-то постеснялись при всех говорить, но потом в коридоре отбой не было. Мы часа полтора отвечали на вопросы. Почему? Потому что действительно дошло, что железная дорога – зона повышенной опасности. А вот до детей не дошло. Вчера у нас рейд. И два студента колледжа имени Козлова авиационного попались. Шли, подлазили под поезд и шли весело своей дорогой, ни глядя никуда в наушниках. Ребята, вы нас помните? Да, вы к нам приходили позавчера. А почему нарушаете? Мы же вам объясняли. Ой, но мы забыли. За два дня быстро забыли. Мы быстренько. Они все считают, мы быстренько, и с нами ничего не случится. Быстренько не бывает. И с нами ничего не случится. Это тоже не может такого быть. Почему? Потому что зона, повторяю, повышенной опасности. И отвлекаться раз, два, три – и все. Вот тут грань, ну, прям волосок от смерти. Есть переходы специальные. Мы им пользоваться не хотим. Мы бравые, мы веселые, мы бессмертные. Мы прыгаем с платформы и бежим. Ну, сейчас мы будем, ну, весь сентябрь, мы будем устраивать, ну, просто заслонные засады. Учить детей. Вот именно учить, что надо ходить там, где нужно. Надо вести себя так, как положено. Вот тогда с тобой ничего не случится. А вот вы сказали, что нужно мягко и ненавязчиво это им объяснять. А что вы имеете в виду? Как это мягко и ненавязчиво? Ну, понимаете, как мягко и ненавязчиво? Нельзя там кричать, требовать, топать ногами. Чем громче крикнешь, тем хуже ответ получишь. Ну, то есть мы должны на их языке с ними говорить. Вот я хочу сказать, вот поскольку мы в том году, ну, не имели мы возможности к детям ходить, начиная с Нового года. То карантин, то пандемия. И решили мы снять для них фильмы. То есть мы для самых больших, это 16-17, почти до 18 лет, вот мы сняли для них такой социальный ролик. Об уголовной, об административной ответственности. О том, что тебя может ожидать, как тебя могут вовлечь в совершение правонарушений. Для среднего возраста, ну, поскольку это самый шебутной, я их называю обезьянки наши, самый шебутной возраст. Там в виде хералашей снято. И даже вот в виде какого-то фантастического. Вот он спит, мама пошла на работу, и вот они там с мальчишками творят, играют. Как же бы все это придумали. Вот так. Мы совместно с железнодорогой, есть у нас там такой человек замечательный, Хатеев Владимир Юрьевич. Вот, скажем так, он с таким энтузиазмом отнесся. Он нам эти ролики предоставил. И вот все, что мальчишки творили в игре, все произошло наяву. То есть очень интересно. Они смотрят, лизатория дыхания. И там уже начинает такое им рассказать, что игра, а что уже правонарушение. А для самых маленьких, это 6-8 лет, это наши первоклассники, ну, до 2-го, до 3-го класса. Там мы использовали стихи в стиле Агнии Барто. И, ну, в виде гостях у сказки. Старые добрые передачи мы сделали. Там тетя Алла и дядя Володя. То есть мы им рассказываем не навязчиво, а в такой вот форме мультипликации, картинки, мультфильмы. И в конце такой сжатый мультфильм, то есть обо всем сразу рассказывается. То есть три варианта у вас получалось. Такой видеопродукцией. Самое главное, хочу отдать должное, все наши вот эти вот фильмы, они прошли сертификацию. То есть они специально определенный ролик. То есть они официально прошли вот эту сертификацию и могут быть использованы в профилактической работе. Я хочу сказать, что Министерство образования, они тоже кровно заинтересованы вот в борьбе вот с этим явлением, как детский травматизм на железной дороге. Все размещено на официальных сайтах, на официальном сайте Министерства образования, в Ютубе размещено. Размещено также на других сайтах. То есть в открытом доступе. Можно смотреть. Кроме того, на сайте Министерства образования у нас порядка 50 роликов именно на тему профилактики правонарушений. Да, там именно ролики в стиле Яралаша и мультики, мультики для маленьких. Мультики там про Белочку и Заюшку, это даже можно в детском саду пока средней и старшей группы. Бабушку и внука, прадедушку. О том, как надо себя вести, что может произойти. Да, там порой в смешной форме, но уже у детей откладывается, что это страшно, что этого нельзя допускать. Вот. Ну и через все вот эти вот все фильмы у нас для родителей. Прямо вот красной нитью проходит, что дети берут с вас пример. Дети, вот они ваше продолжение, они самое дорогое, что есть у вас. Вот я хоть танец с мандолиной буду плясать перед ними, как бы я перед ним ни говорила, как бы железнодорожники не хлопали в ладоши и не танцевали, не показывали мультфильмы. Понимаете как? Вот как мама с папой делают, так буду делать и я. Мама с папой – это безукоризненный авторитет. Вот они всегда так делают. И я буду делать так же. Поэтому это наша общая задача и нас, и родителей. Я так понимаю, что эти ролики дети сами вряд ли будут искать предметно. То есть все, что вы сейчас сказали, это нужно услышать обязательно родителям, найти эти ролики и своим детям показать. Да, обязательно. Алла Альбертовна, спасибо, что этот разговор очень важный подняли сегодня. Мы сейчас посмотрим фрагмент небольшой из тех видеоуроков, о которых вы говорите. А после этого у нас придут другие гости, и мы продолжим разговор на тему безопасности на железной дороге. Железная дорога – не место для игр, забав или просто времяпровождения. Это зона повышенной опасности и для детей, и для взрослых. Из-за несоблюдения правил поведения на железной дороге в нашей стране ежегодно гибнут тысячи людей, среди которых немало детей и подростков. И сейчас мы расскажем вам о том, как правильно вести себя на железной дороге, чтобы не подвергать свою жизнь риску. Вот она, настоящая железная дорога. И это тебе не игрушка. Здесь нужно быть внимательным и очень осторожным. Мам, смотри, вон наша электричка. Стой! Ну неужели ты собрался идти к ней прямо через пути? Переходить их можно только в определенных местах, пользуясь мостами и тоннелями. А если мостов и тоннелей нет, то можно воспользоваться специальным настилом. Только перед этим нужно убедиться, что поблизости нет движущегося поезда, локомотива или вагона. Путь свободен вперед! Переходить железнодорожные пути необходимо только в установленных местах. При переходе пользоваться мостами и тоннелями, а при отсутствии таковых переходить пути можно по пешеходным настилам. При переходе через путь вблизи стоящего подвижного состава необходимо помнить о том, что он может прийти в движение. Поэтому переходить путь около стоящего подвижного состава надо на расстоянии не менее 5 метров от него. Запрещается подходить к вагону до полной остановки поезда, устраивать на платформе подвижные игры, прыгать с платформы на железнодорожные пути, бежать по платформе рядом с вагоном прибывающего или уходящего поезда, подходить к краю платформы ближе ограничительной полосы, подходить ближе 2 метров от края платформы во время прохождения поезда, движущегося без остановки. Итак, вы смотрите «Город Эс». Мы сегодня говорим о безопасности на железной дороге. И пока вы смотрели ролик, у нас в студии новые гости. Я представляю вам. Это Нина Серова, заместитель директора Самарского металлургического колледжа по воспитательной работе. И Раиса Лохтёнова, заместитель директора школы 134, тоже по воспитательной работе. Здравствуйте. Во-первых, нужно, наверное, объяснить, почему выбраны именно ваши учебные заведения. Давайте со школы 134. Какое отношение она имеет к железной дороге? Непосредственное отношение. Наша школа находится в поселке имени Шмидта и отрезана от района города, от своего района и от центра нашего города железнодорожными путями. Наши дети и родители ежедневно сталкиваются с тем, что мы переходим через железные пути, через объекты железной дороги, и возвращаемся домой тоже так. То есть все, нет других вариантов, только переходить? Только переходить через железную дорогу. Есть, конечно, мост, есть все, но этому надо научить детей. И колледж? Самарский металлургический колледж расположен в районе Металлурга. У нас имеется два корпуса, причем один корпус находится непосредственно вот на границе Запчениновка, это район Безымянки. И все нам с вами известно, что там у нас находятся железнодорожные пути. Ребята, которые поступают к нам в колледж, это, как правило, Новосемейкин, Кенель, Отрадная, Безинчук, они все приезжают и пользуются железнодорожным транспортом. Во-первых, это бюджетно для студентов, ну и во-вторых, это, скорее всего, удобно и быстро. Мы проводим огромную работу как с детьми, так и с родителями. Я, прежде всего, хотела, наверное, Раиса Чулпановна у вас спросить, коль скоро вы вот так вот неудачно, наверное, может быть, расположены к железной дороге близко, были ли уже на протяжении какого-то времени случаи травматизма детей, учащихся в вашей школе? Ну, к счастью, в последнее время у нас не было случаев травматизма, но вопросы профилактики для нас стоят постоянно, очень остро. И очень важно вести эту работу на всех ступенях образования. Если ребенок пришел к нам в первый класс, и уже первый урок у нас урок безопасности, это традиционное. Приходят работники дорожной полиции, вот лично Алла Альбертовна, детям рассказывают о том, как нужно себя вести вблизи железной дороги, как нужно вести себя на объектах железнодорожного транспорта, дарят буклеты, дети могут задать вопрос. Но эта работа должна вестись постоянно на протяжении и всего учебного года, и, конечно же, в каникулы. То есть дети, они все-таки имеют свойство, вот сегодня послушали, да, завтра забывать, нужно постоянно напоминать об этом? Конечно. А вот мы сейчас как раз говорили о том, что создан такой интересный видеопродукт. Ну, пандемия, она всех нас побудила онлайн-контент создавать. Но, тем не менее, вот сейчас тем более мы посмотрели кусочек продукта, действительно замечательный и такой доходчивый. Причем есть варианты, которые предназначены для маленьких детей, там, в удобной игровой форме для среднего возраста и для старших. Вы уже знакомы с этими видеоуроками, уже как-то их использовали? Да, пожалуйста. Да, мы уже в мае в рамках дистанционного обучения провели дистанционные тематические классные часы, вот, с участием как родителей, так и студентов. На информационных ресурсах образовательного учреждения разместили ссылочки, вот, и наши родители, студенты внимательно посмотрели, даже задавали онлайн-вопросы, что было очень приятно. Я только хотела спросить, откуда вы знаете, что они посмотрели? Они оставляли отзывы и задавали онлайн-вопросы. А интересно, какие вопросы задавались? Ну, в рамках ролика, конечно же, задавались вопросы и в рамках, вот, конечно же, люготного как-то обеспечения железнодорожного транспорта. А в школьнике? А школьники? Наши первоклассники уже вчера, 1 сентября, оценили фильм для самых маленьких. Очень интересный фильм, занимательный, им всем понравилось. Все, конечно же, сразу захотели работать и в полиции, и на железной дороге. Алья Альбертовне было задано множество вопросов, ну, детских, конечно же, но, что радует, по профилактике вопросы. А как проходить тогда, если так нельзя? А что делать? И если наши дети об этом задумались, это уже большой успех этого фильма. Но мы на этом не останавливаемся. У нас есть еще и среднее и старшее звено. И четвертый фильм, который будет снят, у нас есть договоренность с ЛОВД Самары, что будут принимать участие и наши школьники. Все будут участвовать. И этого фильма, да. Мы будем участвовать. И в дальнейшем мы запланировали открытый просмотр вместе с родителями. Потому что вот этот четвертый фильм будет касаться именно родителей. Будет называться «Родительское собрание». Нина Владимировна, наверное, проще как-то заинтересовать, чтобы дети прониклись, когда речь идет о детях маленьких. У вас все-таки уже возраст учащихся другой. И с ними, наверное, может быть, как-то по-другому надо. Что является действенным для ваших студентов? Ну, конечно же, беседы и профилактические какие-то мероприятия, связанные с беседой, лекцией, да, они как-то воспринимаются студентами, но доходят не до всех. Как правило, мы проводим различные акции, тренинги даже, можно так сказать, которые направлены на то, чтобы студент прочувствовал эту ситуацию, в которой практически любой человек может оказаться, когда проходит мимо железнодорожных путей. Поэтому пример обсудить одно, а как-то его отыграть, да, предложить пути решения, это тоже очень важно для детей. Поэтому вот в рамках упражнений каких-то, в рамках ситуационных задач для детей, вот для наших студентов играет огромное значение. То есть вы сами все это разрабатываете и придумаете? Совместно с Аллой Альбертовной мы постоянно на связи. Вот ее идеи, мои идеи, вот даже по дороге в студию мы обсудили варианты возможного посещения железнодорожного вокзала с экскурсией, отработкой вот различных таких вот ситуаций. А как вообще строится ваше взаимоотношение с полицией в плане вот организации такой работы? Полиция является постоянными нашими социальными партнерами, и мы работаем рукообраку, и департамент образования, и полиция на транспорте, это разработка и совместных каких-то мероприятий. Вот в прошлом году, в прошлом, в прошедшем учебном году прекрасное мероприятие было проведено и организовано нами совместно. Это экскурсия в отдел криминалистики, отдела ЛОВД, экскурсия в музей железнодорожного транспорта, экскурсии на железнодорожный вокзал, хотя, казалось бы, наши дети на вокзале знают все. Но это та экскурсия, где рассказывают, как себя вести, что делать, как он должен поступить вот в отдельном взятое случае. И вот эти все мероприятия, будь то конкурсы различные, конкурсы рисунка, если это среднее звено, так дети участвуют в разработке буклетов, малышей издают книжку малышку. И когда он сам прочувствовал это все, когда он сам поучаствовал в профилактической работе, мне кажется, это наиболее, наверное, действенно для ребенка. То есть самая лучшая форма – это вовлечение. Конечно. Ну, а вот вы сейчас говорили о том, что в первую очередь это нужно не нарушителей наказывать, а родителей, ну, скажем так, да. Какие основные все-таки правонарушения зафиксированы уже? И когда проводят рейды сотрудники полиции, вам как-то докладывают, что вот ваши учащиеся были замечены там-то? Ну, с нашими районными сотрудниками полиции мы имеем очень тесную связь. Вот они или, как правило, присылают информационные письма, вот, приходят к нам на рейды, мы проводим беседы со студентами, вот, или же, как правило, порой бывает и так, что мы к ним приезжаем вместе со студентами и беседуем. – А они вот проникаются или все-таки такое отношение, ну, уже отстать? – Проникаются, проникаются. – Просто мне интересно, что нужно такое им сказать, для того, чтобы они поняли, что, ну, все равно же и дети, и подростки беспечны, тут уж никуда не денешься. – Ну, понимаете, такая атмосфера, когда перед тобой сидит сотрудник полиции, да, и я порой даже удивляюсь, студент совершенно меняется, тот, который он с мамой, если еще мама, да, присутствует при этом, и когда он пришел к нам в образовательное учреждение, и там он меняется, да, и потом приходит и говорит, «Да, Нина Владимировна, я был неправ, я совершил ошибку, я больше такого делать не буду». Меня вот это очень радует, и потом эти дети, которые совершили ошибку, они потом даже нам помогают в этом, да, сейчас одно из направлений – это наставничество, национальный проект «Молодые профессионалы», вот, и поэтому, и образование, да, вот, и поэтому в рамках наставничества вот таких, которые поняли, совершили ошибку, они уже на своих личных примерах учат других студентов, первокурсников, например, второй курс, да, как правильно, вот, даже пример рассказывает, вот, я совершил ошибку, попал в такую вот ситуацию, что делать, как делать. Даже вот так? Да, бывает и такое, что вот такой положительный обмен опытом тоже влияет на детей. Ну, а что касается родителей, их же в школу, обычно за провинности ребенка вызывает родителей в школу, а когда сами родители вот заменчены в нарушении. Здесь еще одна сторона нашей профилактической работы. Во-первых, это на постоянной систематической основе, это рейды. Рейды в семье деток группы риска. Рейды в семью, которые проживают в непосредственной близости от самих путей. Это, конечно же, и родительский ликбез, и совместно проведенные собрания, родительские собрания с приглашением работников полиции железнодорожного вокзала. Родители в любой момент могут задать вопрос. Или, знаете, ну вот любого плана. То, что их интересует по поводу безопасности. И, конечно же, мы можем сколько угодно говорить, но если родители не будут подавать свой личный пример, если папа ведет через пути ребенка за руку и держит на руках еще маленького, как мы его научим ходить по железнодорожному мосту? Нет, это пример, личный пример. Хорошо, что мы сейчас еще раз в завершении нашего разговора вот об этом поговорили. И прежде чем попрощаться со зрителями, я тоже хочу сказать, что не только автодорога, но железная дорога – это зона повышенной опасности. Если вы хотите, чтобы дети были с вами всегда, чтобы они были здоровы, не травмированы, то помните об этом, пожалуйста. Итак, это был город Эс. Мы говорили о безопасности на железной дороге. Увидимся в следующей программе. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»